привет дорогие друзья снова приветствую вас на своем канале мне пришло так столько много комментариев у меня прямо закидали этими комментариями что я прям себе вот прям записывала записывала даже вот все вот эти вот мнения кто что какие писал мысли какие вот и не знаю что сегодня успею ответить может придется почаще выпуски делать чтобы вам успевать вот но вот мне особенно понравилась вот эта тема вот как написала мне анна когда вы почувствовали что чехия стала вашим родным домом как быстро прошла адаптация ну хочу вам сказать что я фактически я сюда ехала одна но кроме той девчонки которые мне подцепили как второй вагон из фирмы московской которая нас посылал он как говорится по рабочим визам но я они немножечко вам рассказывала вот я приехала одна все очень много зависит от ситуации во первых у меня знаете меня во первых когда я приехал и сначала в портубице я узнала что фабрика крахует и что денег там не будет и просто я была в отчаянном состоянии тем более у меня сын остался один дома почему один потому что потому что бывший муж отказался присматривать родители мои отказались его взять к себе в казань или кому-то приехать с ним побыть из казани в шуе единственные кто мне пообещал присмотреть за моим сашей это вот моя дочка оля потом был очень хороший и сейчас есть очень хороший друг рома жуков это школьный друг и до сих пор и до сих пор и его мама и вот соседка и подруга вита седько которая с нами жила в одном подъезде вот на этих людей остался мой сынок и мне конечно это для меня была душевная боль хотя конечно ему через несколько в общем я уехала на я уехала в конце января ему в середине февраля исполнялось 18 лет он был уже совершеннолетний мне тем более многие задают вопросы почему как сразу сына не взяла почему его потом с собой не взяла так получилось что сначала невозможно взять кто здесь живет они знают что детей просто так сюда нельзя взять тем более он уже был совершеннолетний это уже другая статья это не ребенок по рабочей визе когда я потом рассмотрела то здесь было мне просто было его жалко с собой брать вкалывать сюда надо на тяжеленных работах но потом его дочь зятем взяли к себе в москву и подмосковье и пристроили там и уже потом так все поехала поехала что он уже в чехию больше со мной не хотел ехать так и получилось а сейчас он взрослый мужик у него свой ребенок у нас кольки 10 лет уже и он женился и все в порядке в общем так так вот получилось не думайте что это все просто может быть кому-то будет интересно я могла бы более подробно это рассказать но эта история в общем-то это достаточно тяжело вот это все очень тяжело не думайте и поэтому когда только что приехала и когда у меня совершенно не было денег это те крохи которые получала я должна была ему посылать чтобы он там у меня как-то пережил потому что он учился я его устроила в училище на закройщика на раскройщика вот но видать у него там не пошло он эту учебу потом бросил и вот поехал в подмосковье к дочке и зятю работать вот так сложилось а я здесь в чехии конечно приспосабливалась приспосабливалась во первых не назовешь чехию родным домом когда в своем распоряжении только одна койка в общей комнате вместе со всеми с чужими людьми и один шкаф на все барахло про все про всех даже своего шкафа отдельного не имеешь а потом со временем когда все это начало улучшаться у меня я поняла что из порту без надо уходить и мы с девчонками вот которые со мной были они более была которая более такая эгоистичная другая была более продвинутая и так что продвинутые она в общем через компьютер через интернет узнала что какие пути дороги куда еще можно и вот после того как я уже в праге начала работать конечно я все равно я продолжала жить в общежитии но знаете когда вы живете в общежитии нельзя назвать эту страну своим домом потому что в этом общежитии в каждой комнате нас натрискана было по три человека вот и девчата были из закарпатья они конечно много работали но бывало и такое когда выходной день когда там по воскресеньям было все и пьянки и гулянки и мордобой и все такое прочее и вот у меня были такие ситуации когда я просто уходила куда глаза глядят с какими-нибудь 20 коронами или 25 крон у меня было и я просто уходила и шла просто посидеть в какую-нибудь господку просто на одну кружку пива деньги есть можешь сидеть весь вечер хотя бы в тепле ты не на улице болтаешься конечно это пока не тебе не дом никакой не родной и вы знаете вот так получалось что я всегда и в пордубицах тоже я в основном ходила куда-то одна кстати хочу вам сказать никогда не надо держаться за стадо за толпу только слабые люди жмутся в кучу всегда человек когда один он всегда более успешный чем толпою ну максимально вдвоем если порядочный порядочная подруга или порядочный друг партнер и вот так я уходя я например познакомилась с одним почти дедушкой который меня был на 12 лет старше и который меня потом предлагал возить подвезти например в карлова вар да уже мне было легче психически например все там выходной день остались там пьянствовать в общаге а мне какой-то дедушка на своей инвалидке машинка такая старая шкода с инвалидным знаком взял меня покататься в карлова вар да это уже чувствуешь себя знаете уже как бы у тебя своя какая-то своя дорога появляется в жизни вот потом этот дедушка он не дал ключ от своего домика и говорит хотя бы у меня ночую пока я он уходил на ночную службу он работал сторожем вратником в какой-то воинской части и вот он на ночь уходил вот я ухожу на ночное дежурство а приходи ко мне переночуй хотя бы из своей общаги не мучайся вот и вот из того что я с этим дедушкой дружила до нас потом я познакомилась с дальшими его друзьями нас приглашали например уже знакомые хозяева господы господы это ресторанчик хозяева господы нас вдвоем приглашали например было там праздник кантри там приезжали музыканты которые играли музыку кантри музыку там были танцы и вот в благодарность за то что я поживала как говорится то вообще агуту того дедушки я конечно когда не только брать понимаете вот как некоторые женщины думают что ой надо мужчину чтобы не пил не курил и цветы всегда дарил и чтоб всем не отдавал и чтобы завести за меня все заплатил нет такая вы никому не нужна нужно уметь брать нужно уметь давать вот я так считаю и вот значит этот дедушка значит он такой такой был примитивный достаточно но он мне облегчал жизнь я вот например приду туда своими ключами открою его домик вот такой домик был маленький в праге такой как избушечка такая и вы знаете я мне надо 43 года только было мне так хотелось радио послушать музыку включить и вы знаете мне там было все позволено радио включать телевизор посмотреть да я я морально отдыхала у него такой небольшой участочек перед крылечком был то такой примерно вот величиной с нашу комнату знаете как мне все бабы завидовали у нас в общаге я говорю не надо завидовать делайте так как я а я там у дедушки тоже я помогала я со временем его значит сшила новые занавески да у него потому что швейная машинка была минерва я например его заставила купить новый шифонер я я ему я ему подсказала зачем ездишь на этой инвалидке у тебя есть деньги купи себе получше автомобиль и вы знаете он меня слушался я ему например помогала в том что он однажды купил кафель ему какие-то там соседи обещали кафелем обложить как бы вот эту кухню как которые есть такой фартук так на кухне а он с этими своими друзьями разругался потому что характер чокнутый и вот он прям пришел домой и плакал слезами что он потерял деньги как-то потерял деньги много денег угарда вот купил кафель вот а теперь поругался с людьми теперь никто мне кафель не наклеит я я быстренько-быстренько позвонила это перо у меня не учит ну иди сюда маленький иди 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 мой хороший иди мой хороший я значит быстренько позвонила договорилась наших этих парней которые с украины кто хочет деньги заработать вот дедушка заплатит тысячу два квадратных метра кафеля налепить все тут же сделали так что потом когда уже я через год вот это это все было со мной в течение первого года пребывания в чехии это все было и потом когда я поехала первый раз в отпуск в шую я как говорится побыла сколько две недели по моему сын сынок мой уже из подростка превратился в такого парня так вырос так повзрослел и после этого опять я поехала думаю надо возвращаться надо здесь в шуе делать ничего вот хватит только посмотреть на наши убогие ободранные панельные дома которые строили военные части с полуотвалившимися балконами и вот я когда вернулась в чехию и вот благодаря тому что у меня был вот этот дедушка друг я конечно себя почувствовала уже что я как будто как дома сейчас меня прирушил телефонный звонок вот кстати девочка соседка просится в гости поиграть с котятами с моими кошками вот смотрите как я могу себя сейчас здесь не чувствовать как дома когда уже даже соседские дети чехи просятся ко мне в гости вот и вот к чему я вот это все веду вот все зависит от ситуации в какую вы попадаете конечно когда вы уже выучили язык да вот смотрите вот в течение года я уже поняла что мне в чехии лучше чем там в шуе в городе шуя да конечно это был не мой родной город у меня такая жизнь что я постоянно переезжала с места на место это уже конечно другая тема и вот конечно за год я уже язык более менее я уже примерно знала где-то тысячу слов вот появился у меня значит друг да этот чех чешский этот дедушка и вот когда вы понимаете вы чувствуете что вы входите в коммуникацию с людьми да вам уже становится легче как бы на чужбине вот я вот хочу посоветовать людям всем которые приехали в чехию и которые здесь хотят остаться жить не ограничивайте себя общением только со своими потому что вот могут так сказать ну с кем мне еще общаться ну вот плохая подружка да вот например как использует меня там или по душе мне она не подходит ну что не надо вот вы знаете прямо вот идите разговаривайте вливайтесь в общество так же вот со мной в течение первого года я тоже вот я например мне там кто с кем я жила они говорят на своем языке да я половина ничего не понимаю да мне не интересно я в пордубицах еще когда жила взяла купила билетик пошла в музей музей который находился в замке я в этот же день познакомилась с этим мужиком который билеты проверял он говорит приходите завтра еще я вам еще друг в другом зале буду работать покажу бесплатно билет не будете покупать вы знаете вот мне кажется человек начинает себя чувствовать хорошо там где он не одинок потому что в шуе я в последнее время была очень даже достаточно одинока очень но это уже как говорится другая история и вот конечно потом со временем как говорится шли годы ну как годы это вот в течение первого времени да у меня получилось так я вот познакомилась с этим дедушкой я потом потом все равно от него уходила потому что характер был такой тяжелый он любил выпить этого пива потом дурачился я опять уходила в общежитие а потом со временем знаете иногда бывают такие ситуации жизненные что вот начался 2002 год и уже пошла жизнь по-другому я уже более въехала в эту работу во-первых когда работа очень тяжелая да вы не привыкли тяжело работать конечно вы приходите домой вы убитые кому-то надо по 16 часов работать сначала кому-то по 12 часов работать когда вы человек подневольный когда вы здесь работаете по рабочей визе конечно когда приходит время и вы имеете уже право получить постоянное место жительства этот рвалый побыт конечно жизнь становится уже другой я потом когда переехала в аж за новой работой мы когда с подругой из Херсона с Ларисой поехали искать легче работу чтобы слишком много не вкалывать потому что уже как говорится слишком много будешь работать будешь работать только на лекарства это мое личное мнение я потому что знала что у меня очень много было знакомых с наших с Украины которые работали до потери пульса пока не упадут в обморок или пока не умрут не жалели совсем себя дома строили в Закарпатье у каждого свои цели понимаете у каждого свои желания но у меня была такая цель что потом со временем когда у меня тоже у меня улучшилось настроение когда уже мой сын уже конечно был повешен на шею моей дочке с зятем да это очень конечно очень постыдно и неприятно но так сложилось так получилось не хотел он сюда в Чехию уже хотя мне бы хотелось бы конечно но так получилось но потом когда мы вот с этой Ларисой Юровой из Херсона переехали уже в город Аш хепского района хепского округа мы там поселились у Пани Дусиковой в мастерской она в нашей диспозиции мы имели целое такое как полуподвальное помещение но очень комфортное с электричеством с водой со стиральной машиной с зеркалами со шкафами там были швейные машины которыми нам разрешалось пользоваться и там у нас уже было более более такое лучшее настроение мы работали фактически норму часов ну бывали иногда такие моменты что совсем не было работы но потом надо было побольше поработать ну а потом уж когда я с Ярославом познакомилась это получилось достаточно быстро это уже был 2003 год вот и когда уже со временем со временем он меня позвал к себе жить дал ключи от своей квартиры которая у него там была но это все это уже совсем я как дома поэтому я конечно не хочу сказать что нужно обязательно вот с мужиком познакомиться и тогда вы везде будете как дома нет просто когда вы обустроитесь уже вот если вы вот дома обустроены если вы например сняли квартирку да в поднаем или даже хотя бы с какой-то хорошей подругой мы вот тоже с Ларисой снимали комнату на двоих когда еще жили в Праге около метро Волтавска уже тоже у нас настроение было лучше мы уже знали мы после работы идем к себе домой мы шли через пражскую торжничку мы себе накупим фруктики и идем домой поэтому первый год когда здесь побудете уже становится после одного года легче после двух лет еще легче после трех лет еще легче ну а после пяти лет вы уже здесь ну свои в доску во-первых язык уже да вы учите за это время хотя конечно молодежь учит язык намного быстрее чем уже как сорокалетние например там молодежь она вообще въезжает очень здорово а потом наши вот девочки которые сюда приехали кто из России или с Украины нашей кто-то учиться кто-то сестричкой работать те вообще те молодцы те без проблем они примерно через полгода знакомятся с местными парнями или находят своих с Украины там или из России и молодежь конечно здесь обосновывается намного быстрее и легче вот такой вопросик не знаю может быть будут дополнительные вопросы и еще вот один такой эмоциональный был эмоциональный был такой комментарий что Ирина мне написала что в Иваново живет как жена декабриста что народ странный хабальный теплым добрым глубоким там нет вот и одна значит потом уже я не написала имя одна зрительница написала что возмущена возмущена этими комментариями что мы как бы обхаяли на наш народ наших людей нет мы не обхаяли дело в том что везде есть плохие люди везде есть хорошие просто вот это плохое оно почему-то очень ранит человека и наверное поэтому очень надолго остается в памяти хочу сказать вот именно Иванов Ивановский народ Иваново это что такое это было Иваново и Вознесенск город слепил из двух деревень Ленин это родина первых советов потом когда я туда приехала я ходила в музеи в принципе это финно-угорские племена да состоит народ из этих финно-угорских племен они конечно наверное суровые по говору они нас узнают да что мы от них отличаемся приезжих они не любят приезжих не любят нигде вот уж если так разобраться я потому что попутешествовала по всей стране да есть люди плохие есть люди хорошие но особенно чем вот этот вот регион Ивановской области не хорош дело в том что там текстильные края и там пособранные по понаеханные девочки как ткачихи из в основном из всех детских домов девочки сироты очень много это я смотрела фильм об этом и читала вот девочки сироты обычно сироты бывают из не очень хороших семей да это тоже сказывается генетика что вы что вы не говорите а тосинки не родятся апельсинки да и поэтому из-за того что там очень много женщин конечно там идет рвачка за мужиков и вот из-за этого там есть такие даже такие поговорки типа пожила ты дай теперь мне пожить потому что мужиков мало вот и так далее и тому подобное но это лично вот мое мнение что я на себе ощущала на своей шкуре но в то же время у меня там мой бывший тоже родился в Иванове и у меня бывшая свекровь была Ивановская но хочу вам сказать свекровь моя была хорошей женщиной очень умной очень интеллигентной и она там и родилась у них был свой домик на улице кирпичная там ее брат потом жил дядя Вася у которого мы же были в гостях неоднократно вот и еще я сталкивалась у меня вот были мои учителя когда я училась на курсах моделирования и конструирования одежды при шуйском педагогическом институте у меня были прекрасные учителя прекрасные люди Зарощин Евгений Борисович Людмила Петровна доцент по технологии швейного производства прекрасные люди ничего не ничего не хочу сказать везде есть плохие везде хорошие но вот эти вот плохие вот эти вот которые ведут себя плохо и обижают других людей это в общем то в памяти надолго остается вот это я вам хотела сказать вот так ну и на этом сегодня я заканчиваю пишите комментарии пишите кто что хочет узнать может быть мой рассказ был сумбурный сегодня меня дергали меня дергал мой котик пиро и вот меня дернула девочка звонила просилась в гости моя соседка Каролинка так до свидания дорогие друзья на этом до следующего видео пока до сих пор пока Субтитры сделал DimaTorzok